Трижды землю поили молоком, трижды срывали грунт, и только когда земля отказалась пить, положили первые камни, восемь огромных каменных глыб, образующих углы башни. И был каждый камень ценой уравен быку, а весом семи быкам. Их привезли с вершины горы, взявшей из-под голубого льда. Каждый камень везли двенадцать быков, ломая копыта от напряжения. Каждый камень тесали двенадцать дней четыре каменотеса, и камни стали равны, как стекло, и приняли нужный вид. Тогда четыре, как горы седых старика, осмотрели и ощупали их. И каждый сказал, теперь хороши, ни порока, ни трещины нет. И каждый сказал, башня будет крепка, как наши горы крепки, и будет стоять во веки веков, как мир во веки веков стоит. И каждый сказал, мы землю здесь поили густым молоком, а камни эти, чтоб были крепки, напоим горячей кровью. Пусть свяжет кровь четыре угла, как род наш кровью связан. И этой связи не сокрушат ни смерть, ни вечное время. Был приведен баран, чья шерсть горных снегов белей, и рога, сделав дважды полный круг, были, как копья остры. Тогда самый старший из стариков, рода старейший отец, взяв острый, как слово мудрого нож, перерезал баранье горло. И барана с перерезанным горлом подвел к каждому угловому камню, и кровь закипела из-под ножа, словно горный поток бурля. И каждый камень был обогрен горячей, как солнце, кровью. Пока в котле варился баран, была замешана известь. И было белой известью скреплено, скрепленное красной кровью. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Я помню, как дед поднимал упавшую хлебную крошку. Я был беззаботен и мал, но все же умнел понемножку. И дед говорил иногда, меня обнимая за плечи, главнее, чем хлеб и вода, бывает лишь труд человечий. Тонуло в седой бороде подобие доброй улыбки. Спускался я к быстрой воде, где тальник курчавился гибкий, на поле пшеницы бежал под знойное блеклое небо, и долго и жадно дышал настоем созревшего хлеба. Прошли, пролетели года, все было, разлуки и встречи, но знаю я хлеб и вода, но помню и труд человечий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джабраил Чехкиев, профессор Ингушского университета, археолог и краевед, более 20 лет изучающий историю своего народа, автор статей и книг, поведет нас в сокровенные места, Долгаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одним из них был мастер Янки. Субтитры создавал DimaTorzok Как камень, венчающий башню. Субтитры создавал DimaTorzok Древнее горское сообщество Это очень сложная система отношений, главной задачей которых было сохранение равновесия во всем обществе и равноправие отдельных его членов. Любая попытка возвыситься отдельного рода над остальными фамилиями воспринималась обществом как угроза, а потому уклад жизни, включая и строительство, всегда был предметом для совместного решения старейшим общества. Далеко не всякая фамилия имела возможность построить себе боевую башню. Это было делом очень дорогим и многотрудным, но иногда это не разрешалось решением старейшим. Это ежическое святилище селения Баркин. Осенью, весной, летом местное население здесь собиралось, делало пышные жертвоприношения. Здесь же происходили моления о благополучии своего рода.